Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры! Считаю! Раз, два, три! Друзья, вы видите, это огромнейшее количество покеболов. Мне сейчас надо ровно за одну минуту взять и всех их собрать. Ну что же, давайте тогда естественно пытаться, потому что, как вы понимаете, у нас есть вот-вот этот противник. И нам надо его, конечно же, обогнать, чтобы в дальнейшем его выиграть. Ну смотрите, в принципе, у меня уже имеется около 30 наших покеболов, уже 33, друзья, замечательно. Ну и в итоге давайте-ка тогда, естественно, на них ловить наших покемонов. Вот смотрите, уже второго я поймал и третий покемончик тоже ко мне идет. Фух, вроде бы друзья успели. Ну и теперь самое интересное, подсчеты наших покемонов, у меня их три, у чувачка один. Ну и начинаем, конечно же, друзья, сражаться. Видим то, что мои ребята справляются очень-очень даже хорошо. И в итоге, чувачок, ты улетаешь у меня на множитель в Х5 даже. Да, не повезло, конечно, тебе. Хей, йоу, друзья, с вами Илюша. Сегодня мы поиграем в игрушку под названием Монстр Кэтч. Ну и давайте тогда, конечно же, продолжать набирать наши покеболы. Тут на самом деле я вижу то, что у нас имеется даже покемон, который стоит аж целых 14 покеболов. И это, друзья, вообще полная жесть. И, во, стоп, вы только что это видели? Я, кажется, остановил время и благодаря этому успел оторваться от своего вот этого противника. Ну ладно, хорошо. У меня имеется 44 наших вот этих покеболов. Давайте тогда я возьму вот этого покемончика. Потом, естественно, вот этого за 8 штучек. Ну и давайте-ка, друзья, наверное, еще такого же возьму. Потому что они на самом деле, чем больше стоят, тем, естественно, они сильнее. Ну и что же у нас выдаст наш противник? У него, друзья, обычный маленький покемон. Вот такой какой-то, не знаю, росточек, что ли. Ну и у нас, друзья, очень даже сильный покемон. Я ему даже могу дать небольшую фору. Вот смотрите, он пытается меня зафигачить. Но я просто тупо, друзья, делаю пару нажатий. И в итоге все. От него уже, друзья, ничего не остается. Улетает он, в принципе, на множитель Х4. Конечно, в этот раз, друзья, у нас немножечко послабее. Не знаю, с чем это связано. Хотя, в принципе, у нас покемоны намного сильнее даже были, чем предыдущие. Ну ладно, хорошо. Давайте тогда сейчас, естественно, приступать к следующему уровню, чтобы мы намного лучше смогли сделать наш множитель. Вот смотрите, опять-таки вот эта прикольная штучка. Она замедляет время. И благодаря этому я вырываюсь очень даже неплохо так вперед. И, блин, друзья, знаете, что жалко? То, что в этой игре нельзя толкаться. Как вы помните, есть такие игрушечки наподобие этой, где можно еще даже толкаться. Но тут, к сожалению, друзья, только по чесноку. Ну ладно, хорошо. Это даже, друзья, к лучшему. Поэтому давайте тогда сражаться честно. Вот я как раз-таки уже два покемона залутал. И третий как раз-таки у меня, друзья, тоже уже имеется в кармане. Ну и что же? У нас начинается самое интересное. Это, конечно же, наш батл. Против нас, смотрите, друзья, уже цветочек покруче. Но зато смотрите, кто у нас. У нас вообще очень даже жесткие и мощные покемоны. Ну и в итоге, друзья, смотрим, насколько у нас хорошо, либо же плохо отлетит чувачок. И вот это да, друзья, жесть. Он отлетел у нас на множитель в Х7. Это реально очень даже хороший, ребятненький, результат. И, кстати, я только сейчас заметил, что у нас последний уровень на данной локации. Давайте тогда, естественно, будем его отыгрывать намного лучше, чем вообще предыдущие все уровни. Мы должны, друзья, обязательно хорошо все это дело сделать. Так, ладно, у меня уже, как вы видите, друзья, имеется 30 моих покеболов. Уже как бы достаточно для того, чтобы я взял и вот этого нового крутого покемона к себе, естественно, друзья, залутал. Так, хорошо, давайте тогда следующий у нас будет покемон за 14 покеболов. Ну и, в принципе, мне хватает на еще точно такого же. В принципе, больше у меня, друзья, и не надо. Переходим тогда в наше сражение. Ну и видим то, что у нашего человечка, смотрите, два покемона появилось. Вот это да, что-то новенькое, ребятненьки, точно происходит. Потому что раньше у него, естественно, всегда был по одному покемону. Ну и ладно, смотрим, насколько он хорошо, друзья, либо же плохо отлетает. Отлетает, друзья, на множитель в X8. Ура, друзья! Новый рекорд мы только что вместе с вами поставили. И это очень даже хорошо. Остается нам, конечно же, перейти на шестой уровень и на новую локацию. Смотрите, тут у нас появился еще один соперник. И теперь у нас битвы состоят не из двух человечков, а из целых трех. Вот это, ребятненьки, реально полная жесть. Благо то, что мне всегда попадается очень вот эта прикольная штучка золотая, которая у нас, конечно же, не сметляет время. Ну и в итоге, давайте тогда, естественно, будем сейчас лутать наших покемонов. Я думаю, можно залутать вот этого чудачка. Давайте тогда еще, наверное, точно такого же залутаем паренька. Ну и у нас остается 9, друзья, кристалликов. Давайте вот такого малыша попробуем залутать. В принципе, ради интереса. Я хочу посмотреть, как они у нас будут выглядеть. Ну и видим то, что против нас. Смотрите, один вот такой большой и один получается вот такой маленький покемончик в скорлупе, как вот этот мой справа. Ну ладно, хорошо. С этим проблем, я думаю, друзья, конечно же, не будет. Начинаем тогда, естественно, направлять на него такую большую энергию. Ну и видим то, что наш чувачок вот этот попал на множитель в Х6. Друзья, это, конечно же, просто замечательно. Заработали еще 60 монеточек сверху. Ну и, друзья, я предлагаю перейти сейчас в магазин. Мы, на самом деле, ни разу туда еще не заходили. И видим то, что тут у нас можно открыть вот такие прикольные скины и вещи. Давайте тогда первое, что мы откроем, конечно же, будет скин. И, воу, у меня просто тупо, друзья, сменился цвет. Серьезно? Я думаю, будет что-то, друзья, поинтересней. Ну ладно, давайте тогда хотя бы за красненького человечка сыграем. И видим то, что у меня такое чувство, будто больше покеболов, что ли, стало. Надеюсь, что все-таки, ребятненьки, это так и есть. Ну а пока что я собираю, естественно, еще остатки, которые тут у нас, друзья, естественно, имеются. Ну и начинаю потихонечку лутать наших покемонов. Смотрите, одного вот такого крутыша я взял, второго крутыша взял. Ну и остается, друзья, еще точно такого же мне добыть. Вот, смотрите, я просто тупо взял и украл того самого покемона у паренька. Ну и в итоге у меня вот такая крутая армия против одного малыша. Да, не повезло тебе, паренек, потому что я сейчас, естественно, отправлю тебя, наверное, на самый максимальный множитель. Потому что смотрите, какая у нас мощная армия получилась. Ну и в итоге видим то, что мы, к сожалению, всего лишь на их 6, друзья, попали. Да, не так уж, конечно, много, но хоть что-то. Начинаем проходить следующий уровень. И я только сейчас, друзья, заметил то, что у нас вообще все наши враги имеют какие-то прикольные вот эти штучки. У кого-то есть ботиночки, у кого-то есть шляпы, а у меня пока что, ребятоньки, ничего и нет. Ну ладно, хорошо, буду тогда сейчас потихонечку это все дело набирать. Один покемон у меня имеется, второй покемон тоже имеется. Ну и третий, друзья, конечно же, будет опять-таки со мной. Все замечательно, мы набрали нужное количество наших покемонов. Ну и давайте тогда, естественно, приступать сражаться. Против нас обычный один вот такой парень, а у меня их аж целых, друзья, три. Поэтому, паренек, естественно, готовься опять-таки отлетать. Смотрите, они даже не успевают мне вообще ничего снести. Поэтому у нас паренек, смотрите, как хорошо взлетел. Вот это да! Неужели он дойдет до максимального множителя? Ииии, есть, друзья! Мы дошли до вот этого какого-то специального уровня. Он нам только что разблокировался. Фух, давайте тогда, естественно, попробуем сыграть. Посмотрим, что тут у нас такого интересненького будет. А, мы сейчас сражаемся против вот такого динозавра. Ладно, хорошо. Начинаю тогда, естественно, друзья тапать со всей дури. И в итоге видим то, что динозаврик к нам вообще, в принципе, ничего и сделать-то не может. В итоге вот такой, получается, у нас был специальный уровень. И мы только что вместе с вами разблокировали еще одного очень какого-то особенного покемона. Вот это, на самом деле, приятный бонус. И, воу, вы это видели? Мы заработали 220 монеток за один уровень. Это, реальная, друзья, жесть. Давайте тогда, наконец-таки, мы купим какой-нибудь себе аксессуар. Потому что я, на самом деле, его хотел. И мне выпали вот такие зайчьи ушки смешные. На самом деле, я, в принципе, доволен. Давайте тогда, конечно же, приступать к девятому уровню. Начинаю, конечно же, набирать наши покеболы. И я вижу то, что у нас их было очень даже мало. Поэтому я немножечко схитрил и, конечно же, воспользовался замедлялкой времени. Ну, ладно, хорошо. Давайте тогда сейчас наберем еще немножечко покеболов. Ну, и приступим, конечно же, брать новенького себе покемончика. Именно вот этого малыша. Все, замечательно. 5 секунд у нас оставалось до окончания времени. Но мы как-то худо да бедно успели все-таки поймать наших нужных покемонов. Ну, и давайте, конечно же, начинать сражаться. Смотрите, какая у меня крутая армия. Ну, и, в принципе, у нашего врага тоже была довольно-таки неплохая такая армия. И, друзья, стоп, серьезно, что ли? У нас парень отлетает всего лишь на множитель Х4. Не знаю, почему так мало, но как-то так получилось. Ну, что ж, друзья. А на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну, и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok